Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове проверят ИП, которые оказывают услуги по присмотру за детьми. Такое поручение дал губернатор Александр Соколов после инцидента, произошедшего на днях в одной из таких организаций. Из частной группы по присмотру за детьми, расположенной на Чапаево, на улицу выбежала девочка в одном подгузнике. Ее заметили прохожие, занесли в теплое помещение, вызвали скорую помощь. По предварительным данным, воспитательница оставила детей во время тихого часа без присмотра, выйдя в другую комнату. Как рассказал губернатор в своем телеграм-канале, группа была организована в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. Сейчас проводится проверка этой организации. На владелицу заведено уголовное дело. Также пройдут проверки всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются подобной деятельностью. В Кирове обсудили места для размещения киосков с прессой. Внести в схему размещения НТО было предложено 25 мест в разных микрорайонах города. В основном это те места, где и ранее были киоски с печатной продукцией. Сейчас эти участки пустуют, поскольку предприниматель закрыл бизнес и демонтировал объекты. Желание снова построить в городе киоски для продажи прессы высказали два бизнесмена. С ними обсудят внешний вид ларьков. Он должен соответствовать каталогу типовых архитектурных решений. Также предпринимателям предложат возможность размещения ларьков в микрорайонах ДСК и Коминтерн, так как на это есть запрос со стороны жителей. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Управленческий баланс – один из трех главных отчетов для руководителя, нацеленного на эффективность. Он покажет, сколько денег вложено в бизнес, на что они потрачены и даст еще ряд важных показателей. Правда, зачастую руководители не пользуются этими данными, подчеркивает руководитель компании «Бухгалтеры» я, Татьяна Максимчук. Если у вас нет баланса, бизнес будет существовать, бизнес может развиваться, вопросов нет. Если у вас есть баланс, вы можете держать руку на пульсе, контролировать ваш уровень обязательств, сколько у вас материалов на остатках, товаров на остатках, нет ли у вас перезакупа. Управленческий баланс и бухгалтерский – не одно и то же. Он проще и понятнее. Подстраивается под конкретный бизнес и конкретного руководителя. Возьмите свой бизнес под контроль по-настоящему. Если не знаете, с чего начинать, подскажут в компании «Бухгалтеры Я». Ее специалисты помогли навести порядок в управлении уже многим предпринимателям. Звоните 213-112. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.